МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеяла вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в нашей ежедневной программе Чисто Ньюс. Коротко о главном. Арсений Цинюк на выходных пошел на улицу выбивать ковер. И по привычке выбил 1 миллиард долларов. Виталий Кличко показал журналистам, сколько книг он поднял за последнюю неделю. В одном из супермаркетов Николаева генномодифицированный помидор уговаривал покупателя бросить им в Олега Царева. В университете Шевченко на физико-математическом факультете прошла акция «Кто не скачет, тот паскаль». Селекционер-отшелленник, проведя 3 года в одиночестве, вывел новый сорт яблок. В Житомире найден любовник-рекордсмен, который за 25 лет ни разу не попался мужу. Обычная собака из Чернигова написала новую песню «Потапу». Теперь об этих и других новостях подробнее. Продолжаются беспорядки на востоке страны. Мэр Славянска Неля Штепа жалуется, что из-за постоянных стрессов у нее обвисли полоски на спортивном костюме. На прошлой неделе делегация ОБСЕ отправилась на переговоры с сепаратистами Юго-Востока, но была захвачена ими. Представители Евросоюза уже отправились на переговоры об освобождении этой делегации. Не исключено, что на следующей неделе делегация от НАТО придется ехать на переговоры об освобождении делегации ОБСЕ и делегации Евросоюза. В то же время все больше и больше украинцев предпочитают защищать себя от этой напасти самостоятельно. В Херсонской области бабушка наловила пол ведра сепаратистов. Однако Коломойский отказался платить за них по 10 тысяч долларов. Но несмотря ни на что, восток страны пытается жить спокойной мирной жизнью. Так в Краматорске состоялся показ мод, в рамках которого местные дизайнеры продемонстрировали коллекцию весна-лето 2014. Тем временем по всей Украине с небывалым размахом проходит конкурс рисунков на Михаиле Допкине. Участники конкурса, используя все возможные подручные средства, проявляют потрясающее воображение, фантазию и креативность. А некоторые работы реально увеличивают шансы кандидата на предстоящих выборах. С 26 апреля Киевский зоопарк поднял цену входного билета с 40 гривен до 50. Как заявил сам директор зоопарка, это связано с инфляцией, ну и позволит улучшить рацион животных. Прибавку к довольствию сразу почувствовали на себе и кенгуру, и медведь, орангутан, хомячок. Но сильнее всех почувствовал директор зоопарка. А у нас сразу две экстренные новости из России. Совет Российской Федерации нашел, где взять деньги на развитие Крыма. И вторая, по непонятным причинам, Калужская область в этом году осталась без гособеспечения. Туристическая инфраструктура на полуострове продолжает развиваться. Так, в Крыму наряду с нудистскими пляжами появились нудистские вокзалы. Тем временем Украина полностью перекрыла подачу воды на полуостров. Но те крымчане, у кого остался украинский паспорт, могут не переживать. Они свободно могут помыться и попить на территории Херсонской области. В то же время премьер-министр Крыма Сергей Аксенов опровергает перебои с водой. На посвященной этому пресс-конференции он заявил, что у власти уже есть несколько вариантов решения этой проблемы. К сожалению, интервью закончить не удалось, так как пошел дождь, и Аксенов выбежал с ведром на улицу. Впрочем, большинство крымчан не растерялись перед новыми трудностями и нашли выход. Теперь жители полуострова по утрам в ванной комнате вместо душа принимают фотогеничную позу. Также вслед за перекрытием воды Украина ограничила еще и вузбензина для Крыма. Но, несмотря на это, ежегодная ялтинская авторалли все-таки состоялась. Продолжаются провокации на российско-украинской границе. Как заявил Петр Порошенко, вчера он лично наблюдал за тем, как воздушное пространство страны нарушили три вертолета, а сухопутную границу никто не переходил. Хотя, может быть, и переходил, просто в это время все смотрели в небо и считали вертолетом. В ответ на учения российских военных вблизи украинской границы украинские пограничники провели свои учения под кодовым названием «Граница на шпингалете». Также Министерство обороны Украины решило провести серию срочных консультаций с Людмилой Путиной. Только Людмила может рассказать, как можно сдыхаться от Владимира Владимировича. Мы продолжаем. На связи наш специальный корреспондент. Здравствуйте, Артем. Расскажите, о чем сегодняшний сюжет. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Валерий. Вчера я спрашивал у жителей столицы, за кого они будут голосовать на выборах мэра Киева. И столкнулся с одной проблемой. Люди просто не знают, кто баллотируется. Поэтому сегодня я подготовился и распечатал фотографии всех кандидатов. Заодно решил проверить, есть ли у меня шансы занять кресло мэра. Ну вот это гонщик, по-моему. Черновецкий? Спортсмен. Нет, 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 нет. Вот. Не знаю. А, Амельченко. Нет, нет, нет. Вот это. Амельченко вот это. О, это же Волчанов. Молчанов? Или как его правило? Волчанов. Да не, но даже был не гонщик разве? Гонщик Мачанов. И это тоже политик, и это политик, и это политик. Все политики. Вот этот молодой тоже политик? Такой молодой? Будет. Это я не знаю. Не знаю. Это какой-то студия, по любому. Не нравится. Не нравится? Нет. Почему? Мэр не должен быть таким уже весь такой. Не может быть, да, вот такой мэр? Он должен быть честным. А этот в золоте весь холодный? Да. Ужас. Как он мог быть сколько раз мэром? Ну, он сильно старый. Он, ну да, он сильно старый, во-первых. А вот этот вот сильно молодой? Не знаю его. Не знаю. Не знаю. Ну хороший, кстати. Знаю, ну... Знаете, такой талантливый, молодой, перспективный. А вот это не молодой? На мою думку патриоти — это Катеринчук. Как же же прозвище, а? Не забыл. Подскажите. Елена Воробей. Это кто? Ну, только украинский вариант — Горобец. Горобец, Горобец. Ну, вот это серьезные более, вот это более стильные. Стильные? Да. А симпатичные? Все женщины украинские симпатичные. Ну, кличка, конечно, знают, понятно. Вот этого парня не знаю кто это. Не знаю кто это? Какой-то он левый из всех, да? Да почему левый? А может и правый взгляд у него, правильно? Ну, просто я... Это же вы? Вспалился. Королевская. Королевская. Ну, нет. А вот этот золотик кто это? Не знаю, шоумен какой-нибудь российский. Я не знаю. Костюм сценический, как у Поплавского, да? Костюм сценический, да, да. Похож, кстати, на Поплавского. Похож на Поплавского, да. Вот этого лысого знаете? Кто это? Короче не знал. Вин Дизель, да? Да. Катаринчука я знаю, Собисто. Амельченко знаю, Собисто. А вот этого молоденького знаете? Молоденького вот этого? Ага. Не знаю. Не знаете. Ну, его зовут Артем, будем знакомы. То есть вы бы за вот этого молоденького голосовали бы? Без вопросов. Ну, просто я его автобиографии не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, это хорошо. Я с этим человеком знаком уже 29 лет. Это приятно. А скажем, порядочный человек. Не буду говорить, что так или нет. А скажите, Артем Михаличенко наш кандидат? Ну, то есть будет наш кандидат Артем Михаличенко. Круто. Голосуйте, друзья. Я пошел записываться. Спасибо, Артем. А мы продолжаем. Новости своеобразной культуры. В Киеве состоялась выставка богатств Януковича из Межигорье. Мероприятие прошло с большим успехом. Присутствующие на ней искусствоведы сошлись во мнении, что на выставке было представлено экспонатов где-то на 10-15 лет с конфискацией мужества. Впрочем, не обошлось и без конфузов. На выходе из выставки охраной мероприятия была задержана Катя Осадчина. Тем временем расследование злоупотреблений на территории скандальной резиденции продолжается. В Киевскую ветеринарную клинику для лечения и реабилитации поступили животные из зоопарка в Межигорье. Бедные зверушки до сих пор не могут прийти в себя. И это неудивительно, ведь они своими глазами видели золотой унитаз и батон. Впрочем, некоторым животным удалось спастись. В сети появилось видео, на котором видно, как из Межигория убегают питомцы бывшего гаранта. Но, несмотря ни на что, многие специалисты по-прежнему считают, что в правлении беглого экс-президента были и положительные моменты. В частности, эксперты отмечают, а при Викторе Януковиче не было девальвации. Ну, в основном по причине того, что он не мог выговорить это слово. СМЕХ Российские средства массовой информации продолжают дезинформировать своих сограждан, подавая информацию об Украине в искаженном виде. По многочисленным просьбам наших телезрителей мы продолжаем отвечать им тем же. Итак, новая подборка от нашего специального корреспондента с Галычины Дмитра Кыселенко. Итак, российские СМИ опубликовали фото кота Владимира Путина. Астраханский мальчик заявил о пропаже своей бабушки. СМЕХ Крым получил от России первую партию гуманитарной помощи. СМЕХ Российские ученые при поддержке ФСБ открыли фабрику для выращивания зеленых человек. СМЕХ СМЕХ Это были все на сегодня новости от Дмитра Кыселенко. А у нас другие новости из России. На известную российскую балерину Анастасию Волочкову было заведено уголовное дело по статье проституция. В результате чего Анастасия была вызвана в прокуратуру на допрос. После часового допроса с закрытыми дверями довольный следователь заявил, что все обвинения сняты, все безосновательны и запурятны. СМЕХ Специально ко Дню Победы в России выпустили серию пивных банок и бутылок, на которых рассказывается история героев Великой Отечественной войны. Ветераны недовольны, а вот Олег Царев прикупил себе пару ящиков для того, чтобы дома спокойненько под пивко подтянуть свои знания по истории. СМЕХ А в Дубае состоялся конкурс красоты. Победителем конкурса чуть не стал мошенник из Тюмени Сергей Петров. СМЕХ В Молдове открылся телеканал «Тимур ТВ». Чтобы попасть туда на работу, вас обязательно должны звать Тимуром. СМЕХ На этом у меня все. Впереди новости спорта с Тимуром Шишкановым. Он уже в студии. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый вечер. СМЕХ Новости спорта. В немецком городе Оберхаузен. Владимир Кличков встретился в поединке с австралийцем Алексом Леопайем. Перед боем гимн Украины исполняла жена Виталия Кличко, Наталья. Но звукорежиссер смог включить фонограмму только с третьей попытки. СМЕХ 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 Таким образом, параллельно с боем Владимира Кличко и австралийца, шел бой Виталия Кличко и звукорежиссера. Владимир убедительно выиграл поединок, отстояв свой титул. Да и звукорежиссер вряд ли продержался против Виталия больше одного раунда. В рамках чемпионата Украины продолжается череда неудач киевского «Динамо». После недавней ничьей с черноморцем на днях киевляне проиграли донецкому «Металлургу». Как мы видим, Блохин ушел, а дело его живет. Украинская шахматистка Катерина Лагно стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Секрет успеха прост – Катя была гораздо быстрее своих соперниц. Пока те делали один ход, Катя успевала сделать два. Но мы в любом случае ее с этим поздравляем. С завтрашнего дня начинаются майские праздники. Поэтому наш сегодняшний хит-парад сомнительных спортивных достижений посвящен людям, которые, судя по всему, уже хорошенько отпразднули. Итак, начнем. На третьем месте победитель чемпионата Украины по невидимой тяжелой атлетике. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот мы видим, как участник соревнования подходит к снаряду. Вот он готовится, готовится. И... 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 с легкостью берет вес. Браво! На втором месте хоккеист, который уже еле-еле стоит на коньках. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А на первом месте российская лыжница, которая, видимо, отпраздновала победу еще до старта. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На сегодня все. Хотим сказать, что сегодняшние наши новости полностью зависят от того, что мы с вами делали вчера. Поэтому в наших силах сделать завтрашние новости намного лучше. С майскими всех. Берегите себя. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ